Привет-привет! Снова рубрика в гостях у Насти. Вопрос сегодня будет о стабилизаторах. Я сразу же позвала эксперта Евгения. Женя, здравствуй! Здравствуй! Сегодня мы будем разбираться в таком вопросе. Вопрос задает некий Аспра. Доброго времени суток. На даче пробурил скважину, купил насос. Вопрос заключается в том, что напряжение постоянно скачет. Боюсь, что сгорит мотор. Посоветуйте стабилизатор напряжения на 5 кВт, а именно производителя, тип и примерную цену. Заранее спасибо. Ну что ж, пользователь Аспра, мы вам поможем. Женя, вопрос понятен. Да, поможем человеку. Значит, сегодня мы представляем стабилизатор Luxion модели FDR5000. Это релейный стабилизатор. Принцип работы релейного стабилизатора заключается в коммутации обмоток электротрансформатора с помощью реле. Правильно? Релейные стабилизаторы, как правило, не превышают мощность 10 кВт. Жень, скажи, пожалуйста, этот стабилизатор потянет ли насос? Да. Я так думаю, что потянет, да? И еще проблема у нашего пользователя в скачке напряжения. Вот расскажи, пожалуйста, побольше об этом стабилизаторе и как он, в общем, подойдет в пользу в ней. Да, Анастасия, это действительно хороший стабилизатор напряжения, однофазный, который подойдет для стабильного питания и работы насоса мощностью до 1,5 кВт. Также с его помощью можно защитить потребителей сети небольшого дома или квартиры. Это может быть как бытовая техника, так и котлы или другое оборудование до определенной мощности, то есть до 5 кВт. Самый главный вопрос, на который нужно ответить, это вот именно этот стабилизатор, как он ведет себя в момент перегрузки сети. Важно, чтобы стабилизатор не искажал напряжение внешней сети. Данный стабилизатор имеет поддержку стабильного напряжения, как входного, так и выходного. Также разъемные клеммы сделаны из серебра, что предотвращает залипание электрических проводов в сети. Регулятор нижнего и верхнего порога напряжения регулируется специальными регуляторами, которые находятся на задней панели. И также там установлена розетка для подключения отдельного потребителя. Давайте же посмотрим, что находится на передней панели. Значит, здесь цифровой дисплей. Кнопочка включения-выключения. Кнопочка режим дисплея. Вы можете регулировать показатели, да? Да. То, что отображается на цифровом дисплее. Дальше кнопка задержка. Задержка включения либо выключения стабилизатора. Три индикатора. Режим работы, перегрев и работа. Кстати, задержать включение-выключение стабилизатора вы можете от 6 секунд до 2 минут. Хорошо, Жень, что находится на задней панели? На задней панели посложнее, расскажи ты. Значит, на задней панели представлены регулятор напряжения нижнего диапазона и верхнего. Также здесь имеются клеммы для входа и выхода напряжения самого. Удобные подсоединения с заземлением стабилизатора. Также стандартная розетка для подключения отдельного потребителя. Значит, мы с Анастасием рекомендуем этот стабилизатор напряжения для насосов мощностью до 1,5 кВт, а также другой бытовой техники, например, стиральные машины, холодильники и прочие потребители, энергопотребители. В общем, покупайте стабилизатор Люксион. Кстати, бейте в интернете, Люксион это очень хорошая фирма. Уже давно себя зарекомендовали. Берите такой стабилизатор и вы обезопасите всю свою бытовую технику. А с вами были Евгений и Анастасия. Смотрите рубрику «В гостях у Насти» и ставьте свои лайки. Пока-пока!